Здравствуйте, я Любовь Баринова, буду читать отрывок из своего дебютного романа «Ева». На третий день после похищения Герман застригает Арише волосы машинкой. Процедуру ее удивляет, но, похоже, не расстраивает. Качкам с простыми стеклами, с пасмассовыми красными дужками, стянутыми резинкой за головой, Ариша уже привыкла. Сидя на стуле, девочка болтает ногами. За окном льет холодный дождь, подсвеченный краешком низкого солнца. Мягкие, как шкурка гусеницы, волосы девочки падают на пол, обнажая на крупной детской голове нежную кожу. «Готово!» Герман выключает машинку. Ариша трогает стриженную макушку. «Ейк!» Подняв заискивающий взгляд на Германа, берет его руку и проводит по своей обновленной голове. «Ейк!» — повторяет она радостно. «От волос осталось миллиметров пять. Остатки эти действительно немного колются». Лысая, в очках, с вытянутым тельцем, Ариша больше не похожа на милашку с фотографией, развешанной повсюду в Москве. Теперь она напоминает мальчика. «Герман берет с подоконника склянку с йодом, привычно цепляет взглядом кат. По нему, словно по опрокинутому величьему колесу, движутся и движутся под дождем сомнобуличные машины. Повернувшись, останавливает бегущую по комнате Аришу, наносит ватной палочкой на лысую голову и часть лба насыщенное йодовое пятно. Это для любопытных соседей, уже несколько раз звонившись в дверь познакомиться. Узнав про лишай, они точно умерят пыл. Чтобы отвлечь девочку от размышлений по поводу озадачившего йодового пятна, Герман вытаскивает из кармана джинсов чупа-чупс. Несколько секунд, весьма ловкий для трехлетнего ребенка движение пальчиков, и воздух в комнате наполняется химическим благоуханием апельсина. Герман обращается с Аришей предупредительно. Лишнее внимание соседей ему ни к чему. Впрочем, девочка не плаксила. А если и плачет, то тихо, будто кто-то специально обучил ее этому. Сама зажимает себе рот или ложится лицом на диван или подушку. Вчера, впрочем, прищемила палец дверью, вот тогда уж разревелась по-настоящему. Герман сначала сделал несколько снимок плачущей пленницы на полароид, а потом уже донес ее до ванны и подставил руку под ледяную воду. Всю неделю Герман придерживается плана и не выходит на улицу. В морозилке достаточно сосисок, а в коробке на полу полно пакетов молока. Ариша берет их сама, когда захочет. По правде говоря, Герман мало обращает на девочку внимания, все его мысли заняты Ломакинами. Герману очень хочется посмотреть на их лица. Это была бы ничтожная плата за последние четыре года ада. Но он понимает, если Олег Ломакин его заметит, узнает, то тут же выстроит возможную логическую цепочку. Конечно, если он и помнит Германа, то толстый мехкотелым братцам, и ему и в голову не приходит, что он, Герман, знает, что на самом деле произошло в Севастополе в октябре 1999 года, что вообще кто-то об этом знает. И все же рисковать не стоит. 24 октября, едва проснувшись, Герман включает городской канал. В конце выпуска новостей дают все то же объявление о пропаже дочки Ломакиных. Диктор просит зрителей, которые что-либо видели на представлении 12 октября в цирке Никулина, или знает, где сейчас находится девочка, позвонить по телефону. Номер его бежит, спотыкаясь внизу, и теряется в углу экрана. На несколько секунд экран заливает солнечные фотографии Ариши. Девочка снята на яхте. В белых шортах и маечке стоит, прислонившись к борту. Выгоревшие волосы развиваются на ветру, лицо вытянуто, небольшие глаза высвечены уже снижающимся солнцем. Глядит в камеру этим своим сосредоточенным взрослым взглядом, который Герман уже немного изучил. Взгляд этот объясняется, видимо, тем, что девочка много понимает, но почти не говорит. Герман садится за компьютер. Прежде чем включится, машина долго гудит, попискивает. Он заходит в интернет и перечитывает все, что выпуклый маленький экран выдает о похищении дочери владельца компании «Марин Москов», в состав которой сейчас входит несколько яхт-клубов. Со временем смерти Евы компания расширилась. В одной статье читатели жалостливо и слезливо просят помочь собрать деньги для выкупа девочки, перечислив их на такой-то счет. В другой – эксперт с озвученной фамилией доказывает, что девочку уже разобрали на органы, и он, эксперт, даже знает, для кого эти органы предназначили. А вот и что-то новенькое. Анонимная соседка Ломакинах сообщила журналисту, что девочку спрятала сама Ольга. Муж сообщил, соседка регулярно бьет Ольгу, и та боится за дочку. Тут же в доказательство помещена смазанная фотография. Ломакина снята в супермаркете. Олег крепко держит Ольгу за локоть. Она пустила голову, выражение на лицах не разглядеть. Герман закрывает глаза. Никто, никто не знает, что происходит на самом деле. И, скорее всего, не узнает никогда. Только теперь он осознает, какой выбор сделал. Быть всего лишь исполнительным, тенью. Сколько сил ему понадобится, сколько выдержки. Но хотя бы раз-то увидеть мучения Ломакинах он имеет право. Герман встает со стула, берет пальто, ключи от машины, и быстро, пока сам себя не остановил, спускается по лестнице с 12 этажа, припадая, как всегда при сильном волнении, на правую ногу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова